Считаю, что это правильно. Правильно. Я считаю, что правильно. Вот по нынешним временам я смотрю, как разворачиваются наши события здесь в Украине. Я считаю, что правильно. Потому что очень большие расходы были на содержание этого оружия, на утилизацию, на смену всего. Очень большие расходы. Мы сейчас не можем себе пенсии поднять, такие зарплаты. А сейчас бы еще было бы у нас эти атомные оружия, а с войной бы оно бы нас ничего не помогло, я считаю. Думаю, это была, скорее всего, ошибка. Потому что владеть ядерным оружием, страна, которая владеет ядерным оружием, имеет большее влияние на политику в мире, я считаю. Все-таки неправильно. Это было бы какое-то сдерживающее. Это не значит, что владеть ядерным оружием, это быть страной агрессивной. Это быть страной, которая сможет, так сказать, показать свою мощь и поэтому иметь большее влияние в мире на политическую стабильность в целом мире. Я думаю, правильно. Я вообще против войны, насилия и всего такого вот жестокого. Это было решение, которое состоялось, которое было актуально на то время. Сейчас говорить и вспоминать об этом нет смысла. Я думаю, Украина избавилась от... Ну, это дорогая штука, атомное оружие, да. И Украина за чужие деньги избавилась от него. На тот момент это было правильное решение. Но если учитывать эту ситуацию, которая сейчас, что мы безъядерная держава, наверное, привело к тому конфликту, который сейчас есть на данный момент. Поэтому, как бы нам, может, и такое оружие не надо иметь, но сильную армию надо, которой у нас не было. Скажу, что это было не совсем правильное решение, потому что страны остались... Если бы отказывались все страны, то это бы имело смысл, а так нет. С точки зрения отношений на мировой арене, конечно, явно убавляется влияние. А так в целом, ну, типа, мир без войны, это, конечно, хорошо, а именно в отношении между странами, это скорее минус. Я против ядерного оружия и считаю, что нашей стране именно не надо, и нужно вообще эту штуку истреблять на корню. Не нужна она нам. Точно так же. Мне Припяти хватило. Конечно, правильно. Зачем ядерное оружие? Зачем вообще воевать друг против друга? Не знаю, наверное, да, считаю. Ну, если бы Россия отказалась, вообще было бы великолепно.